Значит, я вчера подумал, что мой доклад называется... Неправильно, ага, что ты назвал? Это, наверное, доклад нужно называть Некоторые проблемы при разработке сервисного оборужения в микроделескопах, потому что они есть независимо от того, большие у вас сервисы, маленькие, главное, что это... Немного обрезался слайд сверху, не будут названия Немного про R&D Headhunter, у нас около сотни человек 15 команд, команды у нас разные, бывают специализированные, бывают просто продуктовые Мы занимаем один этаж в нашем обственном здании Вот эти 209 репозиториев, не все они исходом У нас конфиг тоже в репозиториях лежат Ну, примерно 150, наверное, сервисов в этих репозиториях лежат 7000 классов, меня спрашивали на соревнованиях Когда-то я решил на всех слушать Вообще 7000, это хорошее число, нужно запомнить, там дальше глядится А вот так вот примерно выглядит архитектура Headhunter Ну, плюс-минус, некоторых сервисов уже нет, некоторые новые Тут явно обрезано все Но, в принципе, когда к нам приходят на разработчики, рисуем такую картинку То есть у нас есть фронтенд, там он превращает XML в HTML XML он берет из нижележащих бэкэндов Есть интеграционный слой, его назначение в том, чтобы ходить уже в бэкэнды Последственно, параллельно собирать с них информацию, компоновать XML Когда все это делается, боялись, что если бэкэнды будут ходить друг к другу Что они рано или поздно получим циклическую зависимость А здесь вроде как и нет С этой конфигурацией есть проблема Потому что, если мы хотим выписать фичу, ну, фронт нужно нарисовать, бэкэнд нужно нарисовать Еще нужно написать в интеграцион, в наших слоях это значит, на уже готовый фичу нужно потратить три дня Три релиза Потом фронтендеры такие, ага, нам хочется отдельно писать основной код И отдельно писать код для всяких админа, для бэк-офиса и все такое прочее У нас разные требования Давайте разделим, у нас появляется еще один сервис Эти все фронтендеры, кстати, на питоне И интеграционеры тоже Потом решаем, зачем нам интеграционеры Давайте ходить напрямую Вот так вот это все начинает И даже если оно будет выглядеть вот так вот То есть без всякой стичней мишуры То есть небольшая проблема Потому что мы разработываем один конкретный сервис Одну единицу времени А сервисов вроде как много И если... Ну окей, можно разрабатывать вот так вот То есть опираясь на API Дергать там курлом Там выскакивают все-таки Но нужно же показать заказчику Нужно провести демо Нужно сказать, смотрите, вот это то, что надо или нет Как раньше разрабатывали у нас фронтендеры А, да Фронтендеры все хорошо Они наклепали своих фронтендских сервисов Там еще API это есть, еще мобильный сайт это есть Они их умеют подумать У них там есть слово HALP, NPM Еще какое-то слово, которое я забыл И они с этим умеют управляться Они умеют собирать свои эти джейсные скрипты Все прекрасно У них есть общие все разработки Куда они как-то там запилили туда Деп-пакетики с джавскими сервисами И как там все работает С бэкэндом немножко сложнее Потому что вот мы биллинг разрабатываем А нам нужно же еще что-то рисовать на фронте И integration нужно к себе перетащить И бэк-офис, потому что нам нужно начислять Допустим деньги на компанию Ну, в базе там 5, по-моему, таблиц В каждую из них нужно по-сложному положить циферки В общем, проще это через админку сделать Но фронтендеры постоянно разрабатывают Постоянно улучшают свою сборку Постоянно это все ломается Постоянно приходишь, зовешь Слушай, а что, как, ошибка какая-то питона Вообще, что такое Вот, вот про эту сезону Обычный джава-разработчик, который пришел с рынка Он работал в банке, он там, не знаю, Tomcat И все такое Он не знает А плюс ему еще нужно уметь на свой сервис Который он взял аккуратненько Там запустил в идее Как-то нацелить все это окружение Поднять у себя на машине Помощь пришла от команды тестирования У них был тестовый стенд На котором, в принципе, худо-бедно Был понят продакшн У них были какие-то конфиги Оптимизированные для того, чтобы работать На этих виртуалках, которые крутились С тестовых стендов Кстати, вот этот общий сервис разработки Это тоже один из тестовых стендов Собранный к какому-то такому принципу Это все тоже было неудобно для джава-разработчиков Потому что там куча этих скриптков Там питон, там баш Но это уже попривычнее Ну, в смысле баш Потом еще Пришла эксплуатация Сказала, ну Да, эксплуатация Свои скрипты Для выплатки уже И, в общем, каждый уровень Свои скрипты И вот как-то все с этим жили Пока эксплуатация не пришла Сказала, мы хотим ансибель Мы хотим как-то это все стандартизировать И мы хотим, чтобы это все было Ну, связано с разработкой Чтобы тестировалось Именно в таком же окружении Как мы выкладываем на продакшн Соответственно, большинство плейбуков Плюс-минус похожи на то, что в Pro Точнее, плейбуки похожи Не похожи перемены Потом В докер это Запихнули Ну, даже не помню Зачем они запихнули Хайп, что ли Типа того Но это потом Приходилось Потому что внутри В этих докер-машинах В докер-контейнерах Настоящие машины поднимались Сейчас-то не совсем так Некоторые сервисы у нас приведены TrueDockerWay Некоторые нет Ну, тут всякие эмуляторы Тоже от тестеров у нас есть То есть, если нужно залогиниться На, не знаю На фейсбуке Или еще на какой-нибудь JobSugby Мы же не ходим в продакшн для этого Ну, и на этой всей машине Тестируется То есть, можно проводить автотест И узнать, что твоя ветка Она в общем не очень Ко всему этому Да, вот эти машины Синенькие машины Контейнеры Они внутри связаны через Через свою внутреннюю сеть И наружу они не светятся И поэтому там еще прицеплен Хаброкси тоже пригодится Что получилось теперь? Теперь у нас, когда разработчик приходит Ему выдается стол, стул Компьютер, два монитора И тестовый стенд Вот такой стандартный набор Теперь мы поднимаем наш Замечательный филинг Приходим на тестовый стенд Там есть Там есть десятка команд Которыми оперируют Тестировщики Мы знаем только одно Обновление всего И что было на массе Не больше чем надо После этого Мы запускаем Написанный Мавин плагин Мавин потому что Мы джава Разработчики А еще у нас есть ребята Которые с виндоса Два человека И для них Их тоже нужно поддержать Этот Мавин плагин Смотрит Что у нас за тестовый стенд Целит на Хаброкси Конфигурацию из файла Точнее Его компилируют То есть Там есть шаблон Есть Переменные Наклады Стандартные переменные Подменяя их На Те Ну то есть На цели На тестовый стенд Это все хорошо Но нужно Чтобы же На наш билдинг Что бы на цель Делать Он идет В тестовый стенд Опускает контейнер Подменяет его Проксирующим Там Контейнер на базе Хаброкси Он просто Все запросы Тех портов Которые Экспользуются Этим контейнером И все Теперь можем запустить На замечательный билдинг И запустить Как мы хотим Запустить в дебаги В точке остановок Это все И все прекрасно работает И нужно разбираться В этих всех Фронтэндских штучках А Но Появилась вторая проблема Вот это Графики Отправки Соискательской рассылки И видно Что 19 августа Что-то произошло Она запускается В 0 часов Останавливается Прекращается В работу Примерно в 8 И дальше Она прекращает Работу Примерно в 8 Но явно видно Что там есть Какой-то просад И там Может быть даже Быстрее можно работать А у разработчиков Все чисто У Тестирующих Все чисто Ну То есть таких ошибок Явных нет Хорошо бы Зависит на проб Но Но нет Проблема в том Что Вот в это время Когда там Есть провал Там очень активный Кусок базы То есть активный Кусок наших пользователей Их очень много И на тестовый центр С тестовым база Маленькая Она там Буквально Это схема Это какие-то данные Словари И 36 миллионов Пользователей Там нет И проблема Была в том Что как раз Что они конкурируют За один из ресурсов Эти куча пользователей А на тестовым центром Обычном Такой кучи просто не было И вот такие проблемы С производительностью Удобно Отлаживать На настоящих данных У нас есть процедура Копирования данных Спрога Там они анонимизируются Убираются имейлы Убираются фамилии Еще что-то убирается Уже не помнишь Такой инстанции у нас один И во все Тесты и стенды Мы опять же его не запихнем Нужно это В 5% случаев Наверное При разработке Если не меньше Я столкнулся один раз Когда отлажил Проблемы Ну решаем точно так же Подставляем прокси И только теперь место Плажаем Это вот У нас есть Всякие сервисы Микро Не очень И есть этот ХХРУ Это на самом деле Спринг-пфиси приложение Которое как-то было Основным сайтом ХХРУ И видно Что из тех 7000 классов Которые я сказал в начале 4000 занимают Это приложение 500 контроллеров В общем в этом Наборе Разобраться достаточно тяжело Есть допустим Сервис Амортификации 13 контроллеров 13 точек входа Можно в принципе Ну разобраться Что как там Подверг Посмотреть Прям по ходу В общем микросервис В этом плане Вроде как хорошо Но Когда у разработчиков Появляется новая задача Ему нужно куда-то Написать код Что он сделает Он скорее всего Пойдет туда Где-то сделать проще А сделать проще Это в монолите Потому что В монолите уже поднят Средние с базой Там настроен ОРМ Там поднят Веб-фреймворк Там сделаны настройки И вообще Весь этот список Который нужен Для того чтобы У нас поднять Какой-нибудь сервис Он там уже Выполнен И это все Приверет к тому Что счетчик этих классов Контроллер Он увеличивается И увеличивается А новые сервисы Даже если не вообще логично Чтобы их нужно было бы написать Которые допустим Не относятся К основной теме сайта Какие-нибудь Сеу штуки Или почта Они все равно пишутся В этот старый модель Что делать Но У нас пока нет Готового решения Мы сейчас только подошли К этой проблеме Видится что это будет Некий spring boot Написанный на питоне Потому что Тут встали Фронтендеры И сказали Мы хотим Бэкэн дописать на питоне Тоже Дайте нам Который сделает Коммиты Во все Репозитория Которые относятся К настройке К выкладке Положит Какие-то Демплейты Тестовое окружение И Разработчик Останет только Написать код В двух Трех местах Это статьи на хабре Про Наше Тестовое окружение С точки зрения Эксплуатации Там больше Философии С точки зрения Тестирования Там больше То как то устроено Наверное Уже пора написать С точки зрения Разработки У меня все И вопросы Спасибо большое Вопросы У меня вопрос Скажите Ваш сервис Интеграция Фактически Это артисрок Получается? Нет Хотя может быть Да Это Что значит Артисрок То есть Он управляет Тем Какому порядку Какой сервис Будет Вызывай Позовем Биллинг Можно сказать И так Спасибо Ура Я поджег зал Так Сейчас Вы Потом Ваш Добрый вечер Здравствуйте А Скажите Такой вопрос Я помню Радио Ти Рассказывали О том Что Докер Поделился И теперь Поделился Моби-моби Вместо Докера Они сказали Что докера Это теперь Делается Что хотите Был наш внутренний проект А мы теперь Разрабатываем Моби-моби Как вы будете жить В продакшене Если поддерживаем Докера Они поддерживают Это Насколько я знаю Пока Они Моби-моби Как выключат Они Пригодят На поддержку Я так понял Что они Делают Докер Более модульным И То ли они будут Это поддерживать То ли все Перейдут на Какую-то Стандартную Модульную сборку Но когда все Перейдут И мы Перейдем Потому что Мы стараемся Держаться Новых версий Плюс-минус Мы стараемся Переходить На все Новое Потому что Иначе Это будут Тянуть За собой Поддержку Какие партии И встречали Спасибо Привет Да Спасибо за доклад Я правильно понял Что у вас есть Какое-то большое Приложение В котором уже настроено Все логирование Все Секомотивы Ну Полслайд И Вы не знаете Ну Хотите написать Новый сервис Но не можете Потому что Это уже удобно Выключите Здесь Мы можем Мы не можем Сделать это просто Хочется Сделать это По щелшу пальцев Чтобы Все-таки Ну то есть Есть некоторый баланс Между Наверное Количеством Количеством Сервисов Тоже Если мы будем платить Мы столкнемся С еще Какими проблемами А сейчас Мы с ними не столкнулись И живем хорошо Вот Но Хочется Облегчить Этот момент Создания Нового сервиса Почему бы Не сделать Крутую Платформу Крутую Не знаю Организовать Крутую Консервную Электректуру Не цепь Какой-то свой Фуд парень Да В этом духе Мы планируем Это сделать Сейчас мы на этапе Сбора требований Сбора характеристик Вообще Что у нас есть Что нужно сейчас делать То есть Вообще там список На самом деле Больше Я нарисовал И там всякие Специфичные вещи Есть Я не стал их выносить И мы будем думать Что можно уменьшить Что можно подрезать И что можно Как-то удобно Афонтизировать Я думаю Что Ну Мест Два Спасибо Здравствуйте Вы описали Как вот Есть Средо-зарбаточные Консервы Сбилинга Нужно Что-то не принимать Полностью Все остальное Обращаешься К тестовому окружению Да Соответственно По каким-то Займсификаторам Тестовое окружение Знает Что ответ Нужно присылать На этот Сбилинг Правильно Там поднимается Проксиконтейнер Который тупо Перебрасывает Все Типы соединения Ну Все те Которые Он должен принимать Хорошо А вот Если нужно Наоборот То есть Ожидать Какое-то сообщение Из тестового окружения Можно как-то Отклиниться Ты пишешь Сервис И нужно Чтобы бэкэнд Обращался В данный момент Не к Да Естественно Но То есть Вот эти Стрелочки Это Они Как раз Ты показываешь Потому что На самом деле Бэкэнд Нужно Как минимум Базу Возможно Еще какие-то Сервисы И это Определяется Банальным Файл настроек И мы просто Переписываем На то Чтобы он Смотрел На Хаброкси У этого Тестового стэнда То есть Нужно Перенастроить Тестовое окружение Чтобы оно Использовало В данный момент Какой-то Локальный Биллинг Правильно Ну По сути Да То есть В этот момент Тестовое окружение Стальные Разработчики Пользоваться Ими могут Потому что Оно сейчас Совязано На Компетном Все верно Поэтому У каждого Разработчика У нас Свой Стенд И на нем Можно Поганять Автотесты И при этом Смотреть На своей машине Продолжение следует Продолжение следует...